Привет, дорогие мои друзья! Содержимое сегодняшней посылки будет многим полезно. Здесь находится замок, который открывается бесконтактным ключом. Замок интересен тем, что его можно установить практически на любую домашнюю мебель. На выдвижные шкафчики, на распашные, на ячейки хранения или даже на шкафчик в раздевалке. Состоит он из неподвижной части, напоминающей открывашку для бутылок, и подвижной части, которая устанавливается на дверцу. В комплекте идет два RFID ключа с частотой 125 кГц. Один в виде карты, другой в виде брелка. Конечно же в память можно добавлять и другие ключи, лишь бы они по частоте совпадали. Вся электроника находится в подвижной части, которая устанавливается на дверцу. И питается она от двух пальчиковых батареек. Комплектация замка называется «Кому как повезет». Мне вот инструкцию по программированию не положили, зато крышки для батарейного отсека аж целых две. Конечно же первым делом разбираем это замечательное изобретение, чтобы посмотреть, что там внутри. К дверце замок устанавливается как раз вот этой стороной, из которой я выкручиваю винты. И обратите внимание на кнопку сброса на плате. То есть в установленном состоянии замка эта кнопка будет недоступна. А это значит, что втайне от вас злоумышленник не сможет добавить сюда свой ключ и удалить ваш. То есть замок нужно открыть и снять его. И только после этого его можно будет сбросить. Слева направо синий и желтый кабель идут на мотор замка. То есть если 3 вольта туда поступают, замок открыт, не поступают, закрыт. Дальше черный и красный это плюс-минус питание от батарейного отсека. Два отдельных контакта справа идут на антенну. Ну а вот светодиодная индикация, о которой говорится в инструкции, почему-то не распаяна. Кстати инструкцию по настройке ключей мне только сегодня китайский продавец отправил. И для вас я ее оставлю в невидимой части описания под этим видео. Выводы для резервного питания здесь почему-то не предусмотрены. Ведь если батарейки сядут, то открыть замок вы уже не сможете. Думаю будет не лишним контактом батарейного отсека подпаять два кабеля и вывести их в невидимую часть ящика. Хоть в инструкции сказано, что после сигнализации о низком питании, замок можно будет открыть еще 50 раз. Но все равно резерв не повредит. Да и китайцы склонны все преувеличивать. К дверке ящика замок крепим двумя короткими винтами со стороны батарейного отсека и одним длинным в верхней части. После того, как поднесли ключ к замку, замок открывается и остается в открытом состоянии 10 секунд. О том, как добавлять или удалять ключи, будет сказано в инструкции в описании под этим видео. Ну а мы перейдем сразу к установке. Устанавливать будем на выдвижной ящик. То есть нам с вами нужно установить замок вот таким образом. Сначала, думаю, будет проще установить неподвижную часть. Ее нужно установить так, чтобы она чуть-чуть выпирала, но не сильно, иначе замок не захлопнется. Для начала размечаем одно отверстие и нарезаем резьбу саморезом по дереву. Прикручиваем шурупом из комплекта в отверстие, при помощи которого можно будет регулировать вылет. Не прикручивайте сразу на все, потому что очень вероятно, что с первого раза не угадаете и неподвижную часть нужно будет немножко выдвинуть. Теперь нужно разметить отверстие для крепления подвижной части. Как вариант, можно использовать что-то длинное, вставив верхнее отверстие, закрываем плавно ящик и видим верхнюю точку, в которой будет крепиться замок. Отмечаем карандашом и прикручиваем его сюда. Примерное расстояние срабатывания ключа от 3 до 4 сантиметров от контура антенны. Для того, чтобы более точно подносить ключ, в комплекте есть самоклеющаяся метка. Существуют различные типы таких замков не только с разблокировкой по бесконтактному ключу, а еще и с разблокировкой по блютус. На них ссылка будет также в описании под этим видео. На этом все, друзья, спасибо, что смотрели. Всем добра, удачи, позитива, хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!